Ну что же, здравствуйте дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем играть в Homeworld 3 И остался всего один день до того, как демку снимут с бесплатного доступа, скажем так Дальше у нас только платное, и то поиграть не получится Но явно то, что показывают демки, будут убирать, будут править Я надеюсь, что будут править в лучшую сторону, уходить немножечко больше в сторону ХВ-2 Оставляя фишки, которые придумали ХВ-3, а не так, как они придумали, что будут мегалиты И только вокруг них все танцы, скажем так Но тем не менее, тут у нас было видео о том, как товарищ из Чернодроздов Ну, BBI, Blackbird Interactive Он попытался защищать все это управление Я, правда, еще не смотрел, надо как-то так заглянуть Но тем не менее, он защищал все это дело Может быть, он даже где-то и прав Но тем не менее, разница между тем, как оно ощущается до и после ХВ-2, она очевидна Но тем не менее, я уже поиграл несколько игр, и это было видно, что управление не безнадежно Но есть нюансы, скажем так Вот, сегодня с нами будет играть товарищ Влада Лес Я тебя правильно назвал? Да, все верно Если ты не против, расскажи немного о себе, о том, как ты познакомился с Хоумолдом Это всегда прикольные истории Я уже, честно говоря, даже не помню, в каком это было году Но, наверное, первое, с чего я начал знакомство с Хоумолдом Это был второй Хоумолд И попалась мне в руки версия 1С Как-то она там криво у меня вставала Ну, в общем-то, зацепила меня игра И потом только я уже, спустя много лет, после того, как вышел весь ремастер Я поиграл в первую часть, в оригинальную часть Я уже сыграл уже после того, как сыграл в ремастеринг Первая часть, не вторая Ну, конечно, когда первый раз эту игру открыл для себя Впечатлений было очень много Положительных, исключительно, потому что на такого лично, естественно Он тогда, на этот момент, не видел Ну, и с тех пор, вот, не знаю, такого года Вот, читай, ремастеринг, который был И до этого 1С Вот, когда там 1С выпустил ее Вот, с тех таких пор Я не помню, какой это был 2003, наверное, год был все-таки Вот, с 2003 Тот же момент локализации делали, да Ага С 2003 года я, ну, не то, чтобы прям фанат Потому что многие вещи до сих пор не знаю Вот, вещи, там, от магии, другие, там, драхов, кто играет Вот, но, тем не менее, я приверженец этой игры С тех самых времен Ну, в любой момент удобный для меня, там, свободное время Либо в термиш, либо в мультиплеер Ну, в мультиплеер как-то тяжело идет у нас, я так понимаю Ну, найти друзей надо побольше Ну да, ну, может быть, сейчас вот проснется Да Ну вот они начали видать, я имею ввиду, GERBOX, да, GERBOX, да, и они только начали поднимать эту историю третьей части, как-то у них и в Ремонстеринге у них появилась, более такая доступная история. Ну и, конечно же, здесь от Кавкарок, и тоже так же, на постоянную основу. В общем, когда я узнал новость о том, что он ходит в Homeoff, я был прям очень сильно рад, и до сих пор у меня во мнении, то есть, когда дыкнусь вот демка, я прям свищал, внутри у меня такой ребенок, прям свищал от радости. Компьютер, конечно же, на данный момент у меня не позволяет играть именно вот прям непосредственно. Я играю из гейминга, из обычного, вот эти вот, сколько неделю она доступна, там заплачу там 300 рублей, и вот сколько могу поиграть. Ага, ого, даже так? Ну, в общем, да. Вот она любовь народная. Если говорить про впечатления об этой темпе. Да, давай, расскажи. Атмосферность. Ну, я имею в виду картинка, безусловно, скалкарная. Там, и все, и амбиент, и звук, и визуальная, вот, составляющая, как, скажете, там, среда, в которых все происходит, шикарно, отличная. Но, как уже, наверное, уже устали, наверное, об этом говорить. Управление как будто бы то-то, и не то. Я понять не могу, что. Вот, буквально, там, 10 минут назад, я, перед тем, как этот стрим запустил-то, я играл во второй home goal, в YouTube, там, где бредноу, чтобы вытащить, и я попробовал вот это, ну, манипуляциям их, и вроде бы все то же самое, но что-то, вот, не могу понять, что. Кто-то, за счет того, что они вот эту камеру сделали более свободно, все свободно стало как-то сложнее, но, в целом, или отдыхчивости какой-то не хватает. Ну, в целом, я, в общем, подоволен тем, что они сделали. Ну, русификация, да, немножко качает, но, не знаю, поправит, а может, нет, вот, и подссеистов, то есть, в периодичной игре я уже играю на игру. Ну, да. Язык оригинала как-то поинтереснее. Это и оформлено, и выглядит, и действительно, вот, шикарно. Мне нравится. Надеюсь, немного болтал. Да нет, нормально. Так, я еще спрашивал об этом, как бы, о том, какое мнение. Да, да, да. Да, есть такое ощущение, что... Чего-то, все вроде то же самое, но что-то как-то не так, по-моему. Там, то, что нужно, там, какие-то дополнительные кнопки нажимать, вот так вот. Они немножко поменяли, и, по сути, зачем они это поменяли? Ведь, ну, они сделали все то же самое, что было в Home Mode 2. То есть, если играть, то... Ну, для того, чтобы немножко контролировать камеру, тебе нужно, там, зажимать правую кнопку мыши, там. Ну, чтобы, например, фокус сделать на корабле, нужно еще две дополнительные кнопки. Ну, я уже поменял это, конечно. Совершенно, ну, и гораздо легче играется. Я не знаю, как это тестировали, но это, видимо, из разряда... Люди привыкли и пошли. Пошло как есть. Знаешь, как бы, все-таки во многом так бывает, что даже если что-то работает не так, люди к этому могут привыкнуть и думают, что все нормально же, как бы, что там... Свежая кровь иногда просто выдает базу насчет того, что реально все хорошо или не очень. Ну, наверное, да. Может быть, они нисколько исправили, сколько что-то новое добавили, и мы к этому, в принципе, пока что не привыкли. Пытаясь... Ну, вот, по тем за рельсами, на которых мы стояли... Возможно... Ну, у меня еще, как бы, есть товарищ. Вот, наверняка ты, если ты видел предыдущие мои видео, ну, если ты вообще смотрел, это не важно, то товарищ Хикс. Вот, и он сразу сказал, это явно похоже на то, как сделано в Unreal Editor управление. То есть, есть такое ощущение, что они вначале попытались сделать... То есть, просто взяли уже готовые настройки с Unreal Engine, а потом попытались его адаптировать под то, что у них было в Homeworld 2. И когда у них получилась вот такая вот смешанная система, они попытались ее маркетологично выдать за то, что это, как бы, современная система. Ну, а вы раньше просто... Новый взгляд. Да, новый взгляд, а не то, что они до конца не доделали. Как бы, это... Ну, ладно, я тебя пригласил в игру. Так. Понял. Сейчас, секунду. Да. В Cataclysm играл? Вот, кстати, Cataclysm как-то мимо меня прошел. Я его, по-моему, как-то один раз установил. Попробовал. Что-то я не допонял и не играл. Я даже не буду спекулировать на эту тему, что там говорит. Надо меня и не сравнивать нищим. Или какие-то впечатления не могу дать. Угу. 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 Мне приходят приглашения. Ну, вот. Так вот, я говорю о том, что Homeworld Cataclysm, да, в современном состоянии то же самое, что и запускать первый оригинальный Homeworld. Вот. Это, конечно, всё прикольно, и там какие-то такие вещи, которые нет в Homeworld-2-ом, даже в RM-ке, вот. Ну, то, что лучше работает, оригинальный работает, но... Но, тем не менее, это уже устаревшая аппликейшн, и они, конечно, прикрываются тем, что у них нету source кода, но Homeworld 1 тоже ремастер был таким модом ко второму, скорее так. Ну да, но я понимаю, почему люди как-то так, даже иногда не знают о том, что такая часть существовала, они же GRBOX выпустили ее, но выпустили только на Good Old Games, причем в таком состоянии, как есть. Ну, типа, вот, чуть-чуть хаками подправили, скорее всего, при помощи команды там какой-то, которая занимается приведением старых игр к работе на новых системах, но не более того. Я так понимаю, катаклизма нам все равно не увидите уже даже на близкие ремастерии. А тут, кстати, ребята работают. Мод Homeworld Cataclysm существует, и он в какой-то стадии готовности. Возможно, даже надо его попробовать поиграть с кем-нибудь, если доброволец. Вот. И да, вот тут же, кстати, на форуме заговаривали, там Homeworld Titan Republic Mod, и там же, опять же, я вот слежу за этим краем глаза, что происходит в этом стане. Там есть такой сайт, то есть не сайт, а Discord сервер Homeworld Mod Database, да, Homeworld Mod Database, типа, где они пытаются как-то хаб такой для всех модов существующих сделать. И, ну, кроме FX Galaxy, потому что китайцы там на своей волне. Вот. Но, ну, и, собственно, вот это Homeworld Universe, HVU Mod, он пытается все вот это как бы совместить вместе. И вот старые моды, которые там были, вот, например, этот Homeworld Ad, он же как-то переназван был. У него там был Тайдан Репаблик фракции, и, собственно, фракции Тайдан Репаблик, ну, мод был. Вот. И они сейчас в последнее время, я посмотрел, думаю, что может как-то совместить все это можно и сделать какие-то такие вот общие уравнения. Может что-то у них и получится, кстати говоря. Ну, в любом случае, это надо следить, может быть, действительно, сделать по ручку видео с игрой, там, с каким-нибудь просмотром-рассмотром, что это вообще за моды и как они вообще играются. Вот. Да. Ну, как-то так. Но сегодня мы играем Homeworld 3. Правильно? Все верно. Все верно, да. Ну что, мы готовы? Я готов. Алекс присоединится к нам попозже, когда там... Вот. Сейчас, подожди. Так. Вот. Попозже его заинтересовала эта идея того, что можно... поиграть в флотом инкарнатов. Когда ты достигнешь 10 уровня, по крайней мере, я так понял. Что я могу сказать положительного пользы этого интерфейса? Теперь я могу играть на клавиатуре от... Ну, половинчатой клавиатуре, которая под... First-person-шутеры... Сделаны. Вот. А в остальном, да. Но, опять же, если я играю в... First-person-шутеры от первого лица, мне больше нравится, когда... Когда у меня кнопки не меняются, в зависимости от того, зажимаю я там правую кнопку или нет. Вот. Если уже управляешь там камерой через ВАСТ, то пускай это будет постоянно, а не то, что там внезапно меняется... На эти же кнопки переходят какие-то вот это движения, там, спешилы и так далее. Но это ладно. Ну, это, как говоришь, дело привычки. Да, дело привычки. Но, опять же, это такое двойное задание. То есть, как бы... Вместо одного тебе нужно продумывать, что у тебя, как у тебя в комбинациях все это работает. Какое-то усложнение на ровном месте, на мой взгляд. Ладно. Так, что у нас там? У нас простая была, да? Так, сейчас я, может, с кем-то договорюсь. Сейчас. Подожди. Так, так, так. Микки, микки. Так, блин, я тут... Нахера еще сейчас истребители. Так, чтобы было непомадно. Надо попробовать в Railgun Corvette, а то что-то я как-то... Все фрегаты сразу же и... Как поддержка у меня интерсепторы. Ну, я вот как начал, я играю на первом флоте. Или второй, первый. Ага. На разведчиках, на их стабильниках. Хорошо работает? Ну, мне нравится быстрая атака. И после всех этих... И зрения всех этих артифактов. Потому что можно увеличить... Общее количество... Колобных кораблей. И получать такой нормальный москитный рой. Угу. Вот, точно. Локет, orbital, рассылали. Правда. Коровляйте и спасите всех машин. Локейте и спасите. игры где он посложнее и ой ни хрена себе он такие сквозь эти мегалиты такие блин кульбиты выписывает короче не поменял уровень сложности тут будут чуть боль побольше злобных тварей и чуть это самое посмотрим что вводит кто у нас тут контролл 1 непонятно надо ли ставить это все какие-то коротко и коротко а и и и и и и корбе дико кишки и капчуринг так мы здесь мы здесь и правда все хорошо так у меня вообще есть кто там ин камень дамич от первого . закрываем воли так не знаю успел увидеть такую штуку точнее мне тут подсказали буквально что именно самом начале у авианоста вообще здесь буст на ускоренную постройку на что буст на ускоренную постройку кораблей и можно сразу дополнительно два контролера а где они там шляют вообще не понимает а вы все здесь отлично так хоккейшки странно что у них при такой вот фпс клавиатуре этот фокус на главном корабле находится на бэкспейсе а не на тильде как это было в хумол дезерту карак так че там у нас где-то вылетает всего этого тела так кокеюшки так я не понял а че он купить такой просто позволил себе ну то есть у меня мой носитель просто идет как бы и рида летает рядом корветы и и убьет сильно как бы он не сном не духом как бы у меня же а я специально выбрал буст на carrier там пожертвовал там капсулком на ну капсулом на фрегаты чтобы у меня кирилл был сильнее так че у нас тут творится нормально так теперь надо как-то так и нахрен реакторы спайки вы че че мне все че блин корветы какие-то бесполезные я хотел в них так удариться но они походу тут исключительно эти большегруды то есть типа ионные как ионные корабли корвета 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 они называются как рейлган корвета но выглядит практически так ну пушка выглядит практически так же как и у ионников так ну а ты че тупишь то блин кири реже не забываешь наверху да тут че то какой то такой трэш начался как то и этих и кораблей вызывает возмущение выполняется сбор кораблей и третит мадрид так мне надо уходить сюда меня щас убьют нахрен да меня щас убьют нахрен все очень быстро один так блин ребята а щас меня разобьют нахрен взял бесполезный артефакт ну то есть апгрейд а нет ну да черт побери обидно вроде думаю что блин щас вот ну какой то нормальный такой буст будет для для этого корабля как бы керрера ну как вот что я зря пожертвовал силы пяти фрегатов ради его увеличения но должен быть сильным теперь как бы отстреливаться самостоятельно от всего этого делал нет такой же лошпек как и был черт побери они прикольно выглядят с этими типа пробоинными ударами так я не понял все все больше ничего нету так ну ладно да и корр корвит лошпекски да обидно сейчас попробуем вытянуть что где там мои контроллер он один я вроде кепчер взяла что он нам не дал это же не не целый но то смысле не этот они что то есть она работает чёрт его знает херня летят истребители вроде бы их все послал точке осенние иногда бывает так надо просто два сзади отстреливает эти просто куда-то медленно летят так короче надо гипера гипероваться так ну допустим я попытаюсь все-таки вытянуть через апгрейды эти корветы чтобы у них что-то такое хорошее было тут конечно это айон кэнон фрик ну а знать снайперская . для ион фрегатов что у них больше рейндж на 100 процентов но зато визе на на 100 процентов меньше это что такое на забавно конечно поглядим как это будет выглядеть так заходим или заходим заходим на меня этот самый гост и господи как его зовут авианосец не появится до того как все случится у нас модификаторы слоя второго уровня вода нашла а вот а 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 Распределяйте ресурсы и ждите для объекта от команды Так, это что-то знакомое Подожди, а мы тут, а нет Мы тут еще не были Полетели Тупо что Ну да, странно, что вот вроде как-то можно, не знаю Движение этих кораблей к ресурсам, например, трудно задать Тебе нужно буквально три Каких-то манипуляций сделать, да? Да, одновременно Кстати, на одну точку с ресурсами Отправляются из трех Двое Все-таки все три коллектива И второе Стой, никуда не двигайся, блин, зараза Тут еще движение такое организовано, что Что Авианосец очень сильно тупит, когда дело касается этих Мегалитов То есть, когда конкретно на мегалит указывают, что, собственно, он, ну, на сторону мегалита То он, как бы, окей, более-менее Реагирует, ну, двигается Когда Пустой 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 просто рядом, то он такие кульбиты вырисовывает Пустой Это даже смешно Так Что-то надо построить там То я туплю тут Давайте, дайте мне уже, наконец, 10 корветов Я буду ими всех Да Да И, конечно же Куда же без Суппорт фрегатов Ты на что упираешь? Я обычно строю, ну, вот, последние два дня я строю различники Буз строю, вот, как это, при фактах Реиста тронетки, был сразу И, тригаты подавления Для того, чтобы уничтожать мелкие, как бы, противники Угу Так Что нам нужно сделать? Кого-то убить? Ааа Я не вижу, только точку вторжения я вижу А, вот, появилась, да Сейчас я тут Отправлю Интерцептору на починку Говорят, что это вообще бесполезно, как было проще Проще взять и отправить их Ну, проще построить новый Что-то я смотрю, что у корвета Хилсы всего в два раза больше Что-то как-то не камелько Зачем нам такие корветы? Попробую забрать этот транспорт Угу Как бы Ко второй миссии Вся 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 Так Стратегичность Немножко Вдыхается Ну, это может за счет сложности Да Немножко 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 Ух ты Тут Такая Нормальная Компания Попробую Ну, может быть Может быть Но еще было такое мнение, что Сейчас скажу, что Так Сейчас Где мы 10 Корветов Денег вроде хватает А Еще не построились Так Пошлите Пойдемте Ой Турitarгаты Корвет Турит Попробую Держи Держи Ну, может Турит Турит Лития Турит Турит Ну, может Ужал Турит На Турит Ред Ужал Отлучился не надолго. Может тогда... Подожди, у нас тут получается... Ты отключаешься, да? Нет, нет. Я отключился не надолго. Так, пока я тут... Отлёкся, видимо, забрали мой корабль, да? Ага, она тут мой. Погиб? Смертью-то храбрых. Блин, корветы... Спива в два раза толще, но при этом... Такие тупые. Жесть. Нельзя в них складываться. Нельзя. Приветствую. У нас тут Алекс Двулис и... Да, он же Туфоксич. Вы ещё играете? Да. Я предлагаю, чтобы втроём как бы поиграть вместе. Ну, сейчас вот у нас миссия тут... Заканчивание идёт. И, собственно... 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 Блейн... Закончить на этом. Ну, то есть, в смысле, закончить и пересоединиться. На третий вы уже, да? На второй. Но я уже просрал. Да. Да, я поздравляю вас с первым поражением. Ком, Волты. Да ладно, первое. Первый раз. Ну, у меня первый. У тебя какой-то рандомный этот самый... А, ты ещё в игре? Нет, захожу. Нет, я в ладу. Так, мне надо выйти, да? Так, тогда я тебя ищу, Зэ. Нет, я сейчас с тобой в фото. Вижу, тебе надо. Нет, нет, всё нормально, всё хорошо. Мы ждём. А, ты первый раз скрыл, что ли, да? Подождите, не запускайте пару минут буквально. Ага, конечно. Я думал, у меня с нуля будет, всё, нет. Подгрузилось с облаком. О, у всех по седьмому уровню, ничего себе. Это только что показывал у Влада, там, нулёвка. Так, рекомензанс, сплит. Тут ещё как-то мало информации, то есть я тыкаюсь, но вроде как оно что-то там, описание есть. А, дайте мне точные данные, как бы, что у него там, какие юнит капы, какие... Ну, юнит капы одинаковые во всех флотах. Просто стартовые плюшки, короче, у каждого разные. Там есть стартовые два артефакта. Там, у каждого из флотов свои базовые, то есть они прям, как только ты запустил. Да. Сразу они есть, посмотреть. То есть у бомберфлита, там, один на бомбардировщиков, один на торпеде. Какие-то бонусы, не помню, точно какие. То есть у страйккрафта, скорее всего, будет на скаута и на истребителя. Вот это у второго флота разведывательного, скорее всего, что больше что-то на истребителя. Что-то такое. Вот мне просто был бомбер, пока больше всего нравится. Осень посмотрел, как Этфир играл. Довольно известный ветеран при мастере, вместе в официальном дискорде. Довольно интересно, он тоже через бомберфлит. И там он как-то через разведчиков, что-то он их первой миссии послал прям сразу там далеко налево, вот где эти транспортники могут вражеские остановиться. Вот. Что-то он там послал пять скаутов, ну, там их там сначала исследовать, заморберфлит, он их исследовал, построил и послал. И, короче, там оказалось, там авик стоит, почему-то вот этот вот, который, помнишь, в этом, ну, когда было самое первое, вот это вот, нам тизери, да, короче, игру. Да. Геймплейна. Вот, вот, вот это вот миссия была, там, кесура, вроде, на кесуре, что-то такое. И там, короче, был почему-то авик, туранцев, рейдеров, короче, новый, вот, и он, короче, он как там скауты, и причем что-то на лоу-хп, как-то он его там скаутами расковырял, и оттуда, короче, больше никто не респился, думаю, нифига себе, интересная какая-то багулина. Сломал игру. Думаю, нормально. Хулиган. Так, не, причем он вообще на карте пресс не отображается, но что-то как-то он там нашелся, странно. Угу, окей, понял. И так. Три семерки, господа, это знак. Да, да, да. Да, ах. Какая радость. Ладно, черт с вами. Пойду у вас есть. Модификатор сложности на рейдинге. Так, как-то есть, да? Да. Левел мап, воргейме. Все готовы? Да, только я не готов. Ковыряйся. Что-то у меня как-то... Не так быстро растет этот... Уровень, как хотелось бы. А уже хотелось бы. У многих уже есть, кстати, 10-й. Я несколько играл игр до этого. У многих уже 10-й есть. Угу. Многие уже за... Ну, Инкарнет плит играют. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... до 1 момент одного момента я не вижу в этой игре может быть доступно на пар помните первые во второй части это было забавно то есть да как там была ситуация у хиггса когда у нее ничего не осталось до такие странные вообще кульбит выписывает мегалитами у них как будто такая аура вокруг этих мегалитов и они не могут там прямое лететь нужно эту ауру огибать ну тут можно по теоретизировать типа ну если пытаемся выжиться вроде допустим что у этих мегалитов есть какое-нибудь неизвестное воздействие на корабли поэтому они держат настояние от них ну такая вот меня радиация космическая я кстати тут думал там же хмолт дезертов карак проходил там эта ситуация где-то тайданский керриер бахнулся об землю ну и вообще эти корабли бахнулись об землю которые там наплодили в дезертах вот и суть в том что это же все наполненные космической радиацией то есть это все-таки радиоактивные штуки особенно этот тайданский керриер который весь там он упал и еще бахнула его офигенно там счетчик гейгера наверняка зашкаливал по страшному там не только от голода от астара от радиации можно было загинуть довольно быстро так тема и ресурсы надо новый патч чё там кончилась первая точка новую добывать на так давайте все вместе and помогаете товарищу сейчас у меня штурмовая бригада уже процесс скоро будут что за там за позицию куда их надо отправить вот авианосец зачем транспорту транспорту появится потом нужно будет сопроводить туда же куда вот вражеские улетали примерно кстати это смотрю прикольно когда ты наводишь мышку на этих мегалиты там на внутренности на сбоку они как будто не на внутренности да скорее так что они немножечко так подсвечивается все так выделяется края красиво прикольно я думаю нам будет возможность рассмотреть их компании или в одиночных компьютерном проект компьютера вообще очень хочется все это там благодаря этой камере которая сейчас наверно можно будет прям подглядеть ту работу электронную которая не пройдет есть дизайн игры да есть такая дизайн игры да да что-то у них формация вообще швах какой-то и вроде как держит более-менее ну не знаю я выделял несколько раз информация ничем здесь есть нормально да нет там если используются родные kv2 формации там все я тебе скажу по секрету на теплее никто не использует почему потому что они очень неудобные заметают во-первых флот очень сильно во вторых там пока они развернутся пока что то есть ты его теряешь но тактическое преимущество очень сильно теряешь просаживаешься сильно но я имею ввиду что все равно эти формат выгодно выгодно просто их типа послал в точку они собрались и все это гораздо выгодно и удобнее чем ты будешь там истребители там в истребительную мнение есть это выделяешь все и потому как бы там не знаю истребительная фаланга или там тяжелая фаланга не просто но как бы это даже не важно они просто соберутся вместе и будут с одной скорости лететь как бы если такая штука нужна то есть не будут отправляться раньше времени на точку вот с этой с этой точки зрения информация хороша то что эта штука перестала работать ну да так случилось я не знаю она работал вообще помолоть первым формация да очень хорошо вот я помню что в хумолле дешевле мастер нет я в целом как бы когда это работало ли когда-либо помол до катаклизм помнится да ну там такая более микроменеджментная игра получилась как без метам вообще можно было фрегата стыка стыковать там визу был очень продуманный они взяли хорошую базу и так а и 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 Продолжение следует... Так, что у нас тут такое, а? так и там фрегате где-то спрятался как не может тут еще ресурсы вообще остались чуть-чуть есть да и всегда вот эти вот коробки это артефакты которые ромбами отображаются забирать желательно ну просто к ним подлететь и все понятно вот еще за бомбер флот есть upgrade которые лучевой фрегат разблокировать разблокирует очень прикольно кстати мультибимна такой да 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 противости ну как как плохой нажали и походу даже я я просто бэкспейс нажал бы мы хотел карьер выделить типа сработало сразу как горячая клавиша надеемся на хорошую вторую миссию которые не в мегалите на плато которая как будто кусок льда и да 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 нет на разблышке каранда вторая миссия хорош повезет не повезет все так игра линейные предсказуемо что-то у меня мышка пропала черт и снова появится скиф прятались такие рядом с этим наверху слева прятались над артефактом корветы в стенкой прям и за стеночкой уже не стар пришел подкрепление нифига себе сборщиков аккуратно уводите нифига себе вижу дестер это не все прям не люблю очень компактно нам нужны ресурсы отдай пожалуйста так пара рельсы трон устроился а вот попробую по левую руку до на меня и берем этот торпедник еще принципе разберу еще один отлично уже да там же от болен подстава а у меня вроде там халявный пока ресурс что там у нас а можно вот сюда прям вот это подлететь что такое атака они тут так переделали а почему чем ему control зажать control и выделить врагов не мешало так нам надо лететь в точку до впереди секюрерия где-то чуть сверху не короче туда сейчас подачу пригод подлетайте с чем чем быстрее здесь лучше немедленно чем быстрее закончим то лучше секьюрерия или чему да да ну просто она подлететь то будет гиперец союзные корабли лечить можно это надо принудительно через саппорт фрегат разберка так так да 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 ну Субтитры делал DimaTorzok 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 Делал DimaTorzok Субтитры 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 делал DimaTorzok он старается инвестор или сменить вываливается а справа про улит она вижу о ее принятие до терпу вся вот этот королевская срать на это что у нас насрать где мы ой бляха-моха этот откуда вылез такой красивый да еще сзади там как это все победить интересный вопрос миссия засчиталась короче враги появились на миссия засчиталась типа мы зачистили относительно бесплатят прошли но у вас хорошо с ним прям жестко миссия прям жестко перекручиваем которые на ледяном оплату она очень легкая вот это прям очень сложен с 3 должно так осложнен там где вот это 3 там где тут батл появляется я нижнюю возьму точку я на лево тогда ну а я на право так этот кто здесь выжили только торпедники у меня по сути и один саппортник отправляется довольно странно то есть то что а я понял они говорили что надо на эти на мегалиты тыкать не наоборот когда ты пишешь на мегалиты какой-то очень странно нет на поверхность мегалиты и тогда как бы если ты хочешь поблизости вернись я не понимаю почему строительство нет на корабле допустимое количество а денег много блин на русской версии я не деньги в общем я поэтому не граф оставлять желать и кредитная линия приостанов черт это идет сюда хорошо так так 2 3 4 внутри давайте сюда так визуализация сделано космического вета чушь вы делаете то блин нет что же вы делаете то вы едете что-то происходит что происходит так поработайте молодцы бим фрегат да тоже давайте стеночкой тут еще какой-то солт рекон далее интересно где вы там находитесь а и и и и я не понимаю где бабули вот о чем говорили тут что после миссл воли как называется запуска всех ракет одновременно текстуры на корабле он превращается в нечто невообразимое как будто изъеденный оспой весь этот корабль становится я кто дайте мне два парочку суппортов нет троечка давай вместе с туси вот этот как раз таки храней блин вот это вот кнопки охранения столько блин что происходит блин ой там еще прилетели у нас тут вообще есть давайте все вместе ничего так посол фрегаты бодренько разносят другие фрегаты что приносит разносит очень хорошо кто меня очень хорошо разносит меня разбирают разбираются сейчас мы одесса мальчик могу и нормально пошли Держи удары от противника. Понятно, двигаю к эскорту. Возьмите. Угу. противника противника. противника противника. Уважаемые силы. противника противника. Так, построить ли мне суппорт? А, не можешь. Я вообще на нулях. Кто там? Вы уже там справились с батлом? С батлом что ли? Да нет. Вторую точку закрыли. Ага. А это у меня там. Ага. У меня почему-то ресурсы не идут. Хотя вроде два... Даже фигня, я тоже не понимаю. Оу. Угу. Так, у меня бомберы уже готовы. О, слабо. Батл прям по центру. Ага. Кому вопрос пойдет. Очень хороший. Ну и где? Какой-то дизайн у противника блин. Какой-то одинаковый со всем. Ну, не различаешь особо кораблей. Что дестор, что фрегат, что батл. Ага. Согласен. Одной формы палок. Такая смесь выиграл со джуком. Да. Нет. Понимаешь, что в играх хоть какой-то дизайн. Ты понимал, как выглядит ракетный фрегат. Там, как выглядит штурмовой. Там, как НП. Как там, корветы. По-разному. Там, истребители. Ну, истребители похожи, но тоже по-разному. А тут, вообще... Палка-палка, огуренчик какой-то и все. Не знаю. Не-не-не. Без ума и фантазии. Там еще снизу какие-то твари пришли. Все. Ну, снизу я займу, например, допустим. Нет. А вот это вот подкрепление у него истребителя. Забраться. Я не понимаю. Где мой... Ресурсный контроль. Где мои деньги? Ну, Влад, на твой керриер идет батл у Вадим. Да, я вижу, вижу. Дегестер у нас есть, если что, пользоваться. Да, я заметил. У меня бомберы под инвизом летят, если что. Шарф берем быстро. Уж втроем-то. Один батл насилием, я думаю. Ты уже начал, да? Ну, типа. Бомберы сейчас тоже под лицом. Что такое? Что у вас случилось? Что-то меня все затупили по страшному. А, это патруль. Бомберы прям такие снайперские. Мне нравятся их. Можно китранить прямо ими. Подводить, отводить. Очень удобно. У тебя бомберы? Ну, кстати, мегалит хорошая штука. Я сейчас свой корабль гулел под плиту и... Да, спрятал. По сути. Ну, работайте, что вы. Ай блин. Готово. Я не понимаю, мне что-то... Последние... Моменты как-то... Стало вообще пострашно. Вон, тупись. Все тупят. А ресурсосборщик не работает. Или это просто по управлению? По управлению какая-то лажа ей. Все. Ну, вот вроде. Первая карта есть. Уква дадут интересный уровень хотя бы был один. Час, сколько у вас там есть? У меня один дали уровень, да. У меня до восьмого подняли. То, что восьмого. Ну да, ну вы хорошо там поработали, да. Оу, ядрит, мадрид. Что-то я вообще... Ну, по сравнению с вами. Как лошара. Что, еще раз? Ну, давайте еще раз. Есть ли? Есть ли вам? Да, жатичный рундук. Я еще одну макую. Одну карту или три? Ну, заход один. А, ну давайте, да. Ага. Да, давайте. А, да. Ты оценился, да? Так. Сейчас где-то... А, вот инвайт фрэнс. А, да. А, да. А, да. А, да. не заходи. Можно еще раз? Можно? А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Кто строил, мало бил. Что? Что? Ну, и у вас есть. А, да. А, да. Не заходи. Бывают не заходи. А, да. Бывают не заходи. А, да. Играет музыка. Интересно. Так. Ок. Кто у нас тут такие? Дин-дин. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Повторяю. Играет музыка. Так. Дальше. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ассул. Трикон. о чем давайте 10 Субтитры делал DimaTorzok Готов для копейки. Добавил DimaTorzok Я думаю, лучше что-то достойное, а эта херня какая-то дешевая, дешеманская Ладно По крайней мере, быстрая Один... Пипец, скауты имба Просто 20 скаутов с апгрейдом вообще все проносят Урон на 200 увеличивается Броня и радиус обзора на 50% и скорость на 20% Но уменьшает броню на 25% Это какая-то дичь вообще Блин, просто корветы убивают, одиночные Жесть Сейчас мы тут быстро Сейчас захватим артефакт Походу Пипец Это кто такое придумал? Подожди Это может надо Сеттингс Сеттингс Камера Анлипс Отключить этот Нет, это та же херня Это пипец Дизайн Ядрит Подрит Так Что там у нас такая еще? Куда? Да Давай сюда Идите Идите Что там у нас? Попробуем 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 Пускай будет так. Ой, 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 вас много. Нет, нет, блин, тут нет кнопки док, чтобы быстро вернуться. Она как бы есть, можно саппорт фрегатами. Да не, у меня просто там, я нарвался на... Не тех ребят. Мне всех порвали. Клисмуски, так сказать, да. Клисмуски ломают корветты, я в шоке. Так, там транспортники уже вываливаются слева. Вот-вот. Ассол триконы, это какая-то злобная дичь. Ну, я говорю, там реально дичь. Так, там летят... У меня, да, я попробую сейчас, да, скауты и эти... Ионики, снайперы, которые... Посмотрим, как это будет работать. Вообще... Хе-хе-хе-хе-хе. Конечно, дичь, как они. Я вроде отключил он липс, но все равно это так... Комбат-кармин. Какой-хе-хе... Тейпк-кармин. Сентер-кармин. Материалы утром-тейпк-кармин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, там еще один артефакт Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лиг應該eman На86 certo Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, Дит colors я не знаю Эм... А как было идти и атаковать? Не уверен, что есть здесь эта функция По-моему, какая-то такая была, но, блин, я уже не уверен здесь тоже Ну, Q... Сейчас увидим Компьютак О, там еще один на другой стороне А там уже пособирали, да? Ага, сейчас Ага А мы его некину готовы Блин, нет Что происходит? Что там собираетесь? Ага 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 Скорбит Система Шаг Угу. Так, еще сверху местные. Ну, что-то не успешно. Сфига с чем-нибудь. Курс лейт. Скопы открыты. Поехали. ОПС. Коллектори отсутствуют. Материалы обтекают. Собрали. Молодцы. Молодцы. Как ты выглядишь? Ну явно выглядит как дрон из... дрон прожбанит. Угу. Есть такое дело. Только как будто приспособленное под пилотов. Ну из разряда такого. Учесть плохие новости сборщиков всех убили и не присутствует вообще. Ага, понял. Ну есть и ловники. И двансто порт фрига. Всё. То есть я короче убиваю Сминца. Вы там всю мелочок когда зачищаете. Сминец. Так да. Затестим нарух, и ловник. Затем вообще работать. что-то у меня просто алика детства да да я вижу в воде сейчас переключусь на него так походу надо отваливать действительно кстати бим фрегат и асофт фрегата они одинаковы в гонках да да и апгрейды дамы тоже и блин что-то сейчас нехорошие я тебе кинул уже два саппорта шоу как вы вообще выглядите да вы также выглядите как это самое только пуфки немножко другие вижу еще один прекрасно справа тоже еще один я переключаюсь зачищайте мелочи пожалуйста где строят а это слева налетела такое я подумал меня там еще один справа надоели честно где мы все всех убили на как неприятно блин то сёкар не бывает а вот он вот это нужно отстроиться буквально деньги у меня все у меня не деньги и ресурсов вот это вот не продумано на момент в этом режиме потому что если у союзника нет такая партовая ситуация ему надо либо чтобы кто-то ресурсеров отдавить контроллеры не только так просто ресурсы передавшим эти три контроллера сей за полторы тысячи отстроена иначе глупо получается имя счастье оников бодренько жарят даже ничего и не сделать не может нашу снайперы больше раньше так ну и думал можно если готовы прожимая где страх тоже падает обломки но там готовы до есть да да там помыть или 250 рублей не вот вообще там бедные короче совсем обломки с ним мастер получше с этим дела обстоят там успеем на 1000 есть 1150 что-то такое давно уже что последнее получается трюшечка интересно как его некий баттл распилить за цену что я прошел на на ньюс нет так а есть типа ланд рейндж с опрашивающим вот я налево полечу там как раз те капшипы у меня ионики как раз под это давай я тогда на право именно не налево так 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 у меня тут всего 6-5 скаутов и один истребитель их нельзя терять потому что вначале же он потерял не приглашаю я вижу он мне очень нужен несёлая короче ситуация да Ресурсная тоже кела на Таби-Fashion. Они и группы все равно. Да, там Дестер стоит, истребители. Ты где? В левом. Дестер-то я распилил, истребители. Подбайтить. У меня, наверное, носят, что-то байчу. На авик отбайчу. Сапот фреги есть. Так, левомки пока подождите. Подождите. Вот он комбатит. Батя не комбатит. Так. Тут есть еще прикольный апгрейд. Сейчас на авианосец. Да, Carrier Assault Pattern. Увеличивает урон авианосца на 50. Броню на 50. То есть у меня сейчас 44 тысячи. Ага. И скорость на 33%. Уменьшает лимит. Ну, все лимиты, короче. Боевая авианосец можно сделать, но ты меньше построишь на нем. Там 33 апгрейды я таких видел. Которые на пайтеры, на бригады, на корветт, по-моему, было. И вот на все. Да, вот мне рейлган все пихало, да, на этот рейлган корветт. Но пока чем беспронтовый. Блин. Прям совсем. Обилка, кто-то понял, хорошая. Он пригидовал, он пригидовал. Ну что? У что, дропа, девать, ты будешь? Ну, я жажду. Ну, я для детей. Я жажду. Так, я отбил. У меня тут тоже вроде все в порядке. Все, депутат, стройк. Вот. Мелочи. вот такая вот дымка пол 3 безусловно свободный режим полета по карте он пенок но портами не нравится по свою можно рассмотреть так эти перестали собирать чего потому что корветики летят сейчас посмотрю повернулся с лд 5 вы стрелять умеете вообще да умеете а а а а а Верните, брошь осталась моя точка, окей А, я понял, это другое что-то Очень медленно... Не знаю, чем это связано Медленно очень восстанавливается Теперь вперед, спраги Может отсидеть, где-нибудь там Как-то... Бля, да что что-то это за... А, я понял, что что-то это за... Оно как будто выделилось Но на самом деле не выделилось Мышка пропала Мышка пропала Теперь она не работает, сука Вот такой второй раз уже баг такой появился о том, что... Мышка пропадает, а потом она перестает... Давать тебе вот этот вот поворот камеры Уже до сих пор Процессы Открываю 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 Считайте, что я дизайм Открываю Открываю я вообще хорошо задефился без проблем я прям катаклизм напоминаю как он нас и отстреливать мелочевку ионики того что крупнее поминаю где-то я уже в это играл так у нас дебаттл сейчас появится ой там еще бригада сейчас я не разберем, он это ломает я могу его качественные истребители свои попробовать сейчас потеряешь вадим все я его не я уже кидают себе эти уйдите, 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 уйдите пэп-спэк, пэп-спэк, прогоняется на меня так, гейстры пришли, пришли, пойдем пэп-спэк пойдем отстреливать crash-pack Violet джмэ го般 зафиль это я его не нравится, но и нитока поддет invest побываю свидание что это у тебя такое а это все много иоников в одном месте стеночки да это стенка такая что прикольно я не понимаю что тут даже не предлагается эта система то соберите fighter и корветы вместе там это вдох ну я думаю упрощено я восьмой мне значит мне еще парочку два-три боя нужно провести спасибо всем спасибо было приятно может быть завтра я еще поиграю как бы пока я но еще совсем не убежала но это будет где-то до до восьми по ходу она будет работать еще до 6 что ли я смотрю сейчас закончится у вас осталось сейчас это три для меня это три часа назад 21 час вечера я может чуть пораньше 20 короче можно фактически успеть оба дождя себе самоцель не ставил честно говоря 10 уровня качу подумал пофиг в релизе займемся этим вопросом до до 8 вечера по моему времени по вашему но да где то так но можно попробовать я зайду в любом случае попробую таки вытащить это а там уже разберемся ладно спасибо за то что играли я сейчас свою отбивочку скажу в типа чуваки лайки подписки вам приятно мне полезно а обязательно заглядывайте в описании там ссылки на дискорд сервер homeworld russian флитнок на котором мы вот с этими замечательными парнями встретились и поиграли вот а также там кооператив дружба на котором я играю всякие кооперативные игры обычно по пятницам с товарищем хиггсом вот заходите будет весело если будете играть конечно а то зайти можно просто так и ничего не делают но это уже ваше дело да конечно же на сегодня все увидимся в этой или в другой игре еще один день остался для homeworld 3 все пока